Продолжение следует... Значит, коллеги, рады всех приветствовать в нашей конференции, пока вы тут еще будете приходить, я так понимаю, да, и мы с вами начинаем. Итак, коллеги, в рамках наших вебинаров, посвященных предметам общественно-научного цикла, мы с вами говорим об дистанционных уроках по истории, обществознанию, праву экономики и географии. Мы, конечно, ищем самые интересные, подходящие нам методы и способы донесения информации на наших обучающихся, которые сейчас находятся дома на дистанционном обучении. Конечно же, очень важно на этой неделе нам, коллеги, все обобщить, о чем мы говорили до этого. Понятно, что инструментов предлагалось очень много, и как-то надо вот все это скомпоновать и посмотреть, как это в комплексе будет выглядеть и как. А учителю ответить на шесть главных вопросов, мы их сегодня с вами рассмотрим, которые у нас возникают в связи с тем, как провести, организовать качественный, интересный, причем отмечу и для вас, и для учеников, дистанционный урок. Так, ну давайте с вами приступим. Значит, сегодня спикером буду я будет Мария Викторовна Кабанова, которая не только методист нашего института, но еще и учитель школы номер 1500. То есть она сейчас эти прекрасные, замечательные инструменты, которые она будет представлять, реализует на практике. Давайте, коллеги, начнем. Первый вопрос, который, конечно, возникает у нас, что мы видим, что наши ученики, наши ребята, они, конечно же, не всегда умеют вести себя в онлайне. То есть многие из них просто прячутся за выключенный микрофон, за выключенную камеру. Мы просто не знаем, а с нами этот ребенок или его с нами нет. Ну, как это можно определить? И, конечно же, возникают коммуникативные некоторые трудности у ребят. То есть они не знают, как сообщить о том, что они что-то не могут в домашней работе выполнить или какие-то у них там условия изменились и что-то произошло. Вот тут, конечно, на помощь нам приходят некоторые методы, которые, коллеги, конечно же, мы будем с вами применять. Так, что можно тут посоветовать? Ну, во-первых, конечно же, есть какие-то общие моменты. Так, сейчас момент, коллеги. Что все участники конференции должны отключать микрофончики. Я сейчас вас тоже попрошу это сделать, потому что возникает эхо, возникает некачественность звука выступающего. То, что начинает отдаваться, в том числе, из компьютера у того, у кого включен микрофон. И мы слушаем повторонние звуки. Ну, конечно, тот, кто выступает, тот, кто отвечает, но лучше, чтобы он включал камеры, чтобы все его видели. Это будет очень интересно, здорово. Мы, конечно, ребят, не просим всех включать камеры на протяжении всего урока, сидеть у нас там прямо под нашим бдительным оком. Но все-таки лучше, чтобы мы видели лицо того человека, который сейчас говорит. В принципе, это актуально и для взрослых людей, которые у нас сейчас тоже активно пользуются условиями видеоконференц-связи. Важен отклик, обратная связь. Когда к вам обращаются, конечно, важно как-то дать фидбэк, дать обратную связь, что вы здесь, что вы слышите, вы воспринимаете. А не просто вот вы выключили свой микрофон, камеру и пошли заниматься своими делами. Как, знаете, коллеге, даже был интересный мем, как дети прогуливают уроки в 2019 году, и ребята стоят на улице, в телефонах копаются. А в 2020-м это такая картинка, она весьма лаконичная, и на ней выключена камера и выключенный микрофон. Ну, то есть у нас создается впечатление, что действительно этот ученик сейчас не с нами. Ну, тут, конечно, важна и культура речи. Причем речь как устная, так и письменная. То есть когда мы учителю пишем сообщение на электронную почту или сообщение в чате, в социальных сетях сейчас активно вы общаетесь с учениками. Речь должна быть грамотно выстроена, ну и, конечно, все должно быть прилично в рамках того делового общения, которое, в принципе, у нас существует с учениками в классе. Понятно, что мы сейчас вышли за пределы нашего школьного кабинета, что когда ребята нам пишут сообщения о различных мессенджерах, это уже, так скажем так, нами не воспринимается, как воспринималось бы раньше. Но все-таки вот об этом тоже важно говорить. Ну и, конечно же, коллеги дедлайн. Это у нас относится к инструментам оценивания, что вот можно, конечно, задание, которое вы получили, скажем так, в октябре сдать и в конце декабря, но смысла уже не будет, потому что тема уже эта изучена. И как-то определить то, на каком уровне знаний этой темы находятся обучающиеся, важно было раньше. А вот после этого прошло очень много времени, и уже нужно, конечно, другие темы изучить и в комплексе уже свое видение представить по результатам полугодия, а не по результатам отдельного задания. Так, ну, формирование сетевой культуры. Что тут можно, в принципе, посоветовать вам, коллеги? Потому что мы правила устанавливаем сами, это понятно, что ребята, они не всегда могут, не всегда умеют вот эти все правила видеть и применять их как следует. Тут можем посоветовать, во-первых, есть такая интересная штука, мы сегодня с ними познакомимся, это диалоговые тренажеры. Ну, с одной стороны, кажется, что этот инструмент более уместен на уроках иностранного языка, где мы действительно как-то имитируем вот речь на иностранном языке, различные ситуации, но возникают и такие необходимые моменты, в том числе и формирование сетевой культуры, где мы можем с вами применять диалоговые тренажеры на наших уроках общественно-научного цикла. И есть такие возможности для разработки. Вот сегодня мы с вами посмотрим онлайн-тестпад. Покажу, где это находится и где можно, в принципе, как использовать готовые такие диалоговые тренажеры, так и какие-то, возможно, разработать самим. Ну, возможно, пригодится коллегам. Ну, айспринг есть программа, но там, правда, вот тоже много всяких ограничений, есть условий. Также можно создать с ребятами комикс. Ну, очень там сейчас популярны разные интернет-мемы. Вот даже я недавно видела интересный, где в виде исторических героев различных у нас присутствует обучающиеся, что кто-то выходит на дистанционные уроки, как Екатерина Первая, то есть просыпается в 16.00, а ложится там глубоко под утро, поэтому все уроки пропускает. Кто-то это делает в стиле Петра Второго, а кто-то у нас там супер трудяга в стиле Петра Первого. То есть, в принципе, такие интересные моменты можно это обыгрывать и смотреть, действительно, какие возникают трудности у человека на дистанции. Может быть, проявляются какие-то недостатки. Например, лень, например, скажем так, необщительность, замкнутость или излишняя там общительность, что интереснее пообщаться со своими друзьями, а нет, сидеть и воспринимать учебный материал, который нам рассказывает учитель. Ну и вот, что коллеги информатики выступали за это, в принципе, мы тоже можем взять вооружение, что съемки видеоролика, в котором бы комментировались правила сетевого общения, делового взаимодействия. То есть, ребят сами снимают, потом все это можно как-то вместе собрать, смонтировать, получится общий такой интересный материал. Когда они это сами сделают, понятное дело, что они будут это соблюдать. Ну, вот такой вот первый, коллеги, важный блок, связанный, конечно, с вопросами сетевого общения, сетевой культуры, которую мы сейчас с вами активно формируем у наших ребят. Вот давайте я сейчас, с вашего позволения, продемонстрирую вам онлайн-тестпад и покажу, о чем же я говорила, когда называла различные диалоговые тренажеры и так далее. Вот такой вот сайт. Я думаю, что многие из вас знакомы с ним по тестам, то есть вы разрабатывали на нем какие-то тестовые материалы, потом мы его дружно забросили, когда у нас появились возможности разработки электронных тестов в МЭШ. Так, сейчас я вам ссылочку кину. На нем можно зарегистрироваться, и в нем есть бесплатные конструкторы разных типов заданий. Например, есть тесты, опросы, ну, как вы знаете, это хорошо у нас, вот опросы хорошо идут для организации обратной связи с обучающимися, причем это может быть у нас и какой-то классный час, и какое-то мероприятие дополнительное. Может быть, и даже на уроке нам важно какую-то обратную связь от ребят получить. И не оценить это какой-то определенной отметкой по пятибалльной шкале, а действительно понять, как они воспринимают данную тему, данную ситуацию. Ну, есть у нас тут интерактивные кроссворды. Самые разные, которые можно использовать, давая доступ ученикам к экрану. Есть вот как раз диалоговые тренажеры, о которых я говорила. Я думаю, коллеги, нам очень будет полезно на уроках общества знания, потому что могут тут проигрываться разные ситуации, связанные именно с финансовой грамотностью. Так, вот тут есть, например, информационная грамотность, компьютерные вирусы и прочее. Есть тут у нас Анна Иоанновна. Так, вежливые слова. Так, видите, что инструмент, в принципе, такой интересный. И задания самые разные. Сейчас мы что-нибудь найдем, подходящее нам по тематике. Так. Так. Ну, тут в форме диалога мы выбираем какие-то ответы. Это, возможно, будут более полные предложения. То есть мы какие-то ситуации обыгрываем. Это может быть, например, ситуация с защитой прав потребителей. Или, возможно, какие-то темы, связанные с духовной жизнью, с культурой. Ну, я, конечно, рекомендую больше такую практикоориентированную. Или что-то, ну, та же сетевая культура. Или что-то из области финансовой грамотности. Что, я думаю, что тут нам очень важно наших ребят просветить. И какие-то моменты, связанные с безопасностью в интернете. Так, знатоки бережливости, вот, например. Или как правильно задавать вопросы. Даже трюки, убеждения. Ну, тут коллеги, конечно, мы должны понимать, что ресурс, он у нас такой сторонний. Сторонний, то есть это не московская электронная школа. Мы должны как-то вот тот диалог, который мы будем запускать, или тот материал, который хотим использовать на уроке, а сначала сами пролистать до конца, пройти. И посмотреть, нет ли там вредной для детей информации. То есть это так важно. Вот есть такие уроки. Тут, ну, уроки примерно в стиле российской электронной школы, если вы знакомы. Тут у нас идет несколько таких этапов. Этап изучения письменной теории, потом видеоурок, а потом уже определенный тест. То есть, ну, тоже посмотрите, изучите. Я думаю, будет интересно. Ну, конечно, диалоговые тренажеры, по-моему, это самая интересная штука. Такого сейчас даже в МЭШ у нас нету. И я думаю, что очень интересно проигрывать разные ситуации, разные кейсы, связанные в том числе с общением. Так, ну, а мы сейчас с вами, коллеги, возвращаемся к нашей презентации и поговорим о следующем вопросе, связанном с тем, как удержать внимание детей на протяжении всего занятия. Вы знаете, что дистанционное обучение, оно как раз страшно тем, что мы не видим ребенка, у нас нет контакта face-to-face, то есть глаза в глаза. Мы не знаем, чем он там занимается и что там стоит за этой выключенной камерой. И вообще воспринимает ли он ту теорию, те материалы, те знания, те практики, которые мы ему транслируем. Ну, поэтому тут важно тоже взять ребят и начать как-то улучшать их мотивацию, креплять их желание получить знания от нас, в том числе и дистанционные. Потому что, знаете, что есть ребята, которые доверяют свою подготовку к ЕГЭ, до сих пор даже занимаются на платных кружках в онлайне. То есть мы видим, что вот мотивация, в данном случае с мотивацией все хорошо. Но вот и на уроке нам очень важно, чтобы это желание не терялось, чтобы они были с нами. Ну, то смотрите, коллеги, такие интересные рекомендации мы для вас подготовили. И, в принципе, многие из этих ресурсов мы рассматривали. Вот очень обо многом говорила Мария Викторовна о квизлете, о Кахуте. Ну, думаю, с Кахутом мы многие познакомились, особенно, когда наши ребята проходили викторину в рамках конкурса «Мой район годом войны». Там тоже было все это организовано на платформе Кахута, и мы знаем, что это такое. Ну, давайте начнем с первой и посмотрим. Вот такая интересная технология, которая... Близка к той, о которой я говорила, когда мы вводим «Герой урока». Но «Герой урока», он нас немножко ограничивает. Ну, как вы... Как знаете, в литературе есть такой вопрос, в чем нас ограничивает наличие рассказчика. В том, что нельзя создавать какую-то свою линию. И вот тот прием, который я применила на уроках еще в очном режиме, и, в принципе, его не менее успешно можно применять в режиме онлайн. Давайте сейчас с вами посмотрим, как это делать. Ребята пишут онлайн роман. Ну, то есть мы писали бизнес-роман, который у нас был посвящен истории одного бизнесмена и истории его успехов и падений. Были ребята, которые учились в старшей школе, очень увлекались литературой. Ну, а потом подтянулись к нам и те, кто, в принципе, не так увлекался литературой, но им очень понравилась форма занятий. Что у нас есть определенная доска. Ну, в нашем случае это была такая обычная пробковая доска, на которую мы разделили на несколько разделов, то есть этапы жизни нашего героя. И связанные с ними, в том числе, и ситуации из общественной жизни. В данном случае у нас было общество знания и раздел экономика. Мы изучали фирмы в экономике, и вот различные связанные с этим темы по теме, налоги и так далее. В данном случае, конечно, мы используем с вами онлайн-доску, на которую можно прикрепить стикеры и также, в принципе, осуществить вот эту интересную тему. Так, значит, коллеги, сейчас я вам покажу интересный инструмент, который называется Padlet, и с помощью которой мы можем вот это все дело реализовать. Так, сейчас. Ну, смотрите, вот сайт называется Padlet.com. Это такие интересные, красивые онлайн-доски, которым очень легко обучающимся дать доступ. То есть достаточно скопировать ссылочку, по которой они как гости переходят и могут там тоже творить вместе с вами и писать. Так, я ссылочку направила в чат. Давайте посмотрим. Ресурс. Ну, у нас это так называлось. «Непридуманная история Джеральда Фишера». Ну, конечно, стикеров я тут сейчас разместила немного, но примерно вы понимаете, в чем смысл, что тут мы даем разные жизненные этапы данного героя, и мы смотрим, что в начале пути он, конечно, только мечтал о создании своего бизнеса. Ну, он создал такую сеть ресторанов у нас по сюжету. Начинал с того, что был промоутером, расклеивал объявления и раздавал рекламки. Ну, вот постепенно у него рождалась мысль о том, как сделать свой бизнес и как, в общем-то, его развивать, продвигать, какие идеи он творческие придумывал для оформления своих ресторанов и так далее. Ну, далее идет следующий этап – создание бизнеса. И тут уже ребятам важно не просто проявить какие-то литературные навыки, а еще и посмотреть, как у нас применяются различные термины, связанные с областью экономики и финансовой грамотности, в том числе, что такое реклама, как она работает, какие условия нужны для организации какого-либо предприятия, какие существуют организационно-правовые формы предприятия и так далее. То есть, ну, ребята очень много сочиняли на эту тему, но в основном их тексты, такие у нас были клейкие листочки, стикеры, а на них было описание эмоций героя. Вот мы как раз поняли, что вот как раз эмоционально его линию они провести хорошо могут, а вот с терминологией и обществоведческой теорией у них немножко так… она у них хромает, и мы как раз на уроках очень хорошо это все проговаривали. Как посмотреть на это не только с глобальной точки зрения, а с точки зрения человека отдельного, который решил создать свой бизнес, какую ему лучше форму выбрать, лучше ему создать ООО или стать индивидуальным предпринимателем, что может быть выгоднее и как это будет коррелироваться с его бизнесом, как ему, скажем так, подсчитывать свои сдержки, прибыль и так далее. Ну и определенный этап, конечно, связан был с неудачей предприятия героя. Сейчас, если бы мы такое писали с ребятами, я думаю, мы бы, конечно, отнеслись к коронавирусу, к той эпидемии, которая вызвала локдаун, массовое закрытие различных предприятий, сети ресторанов и так далее. Ну вот тут важно было передать тоже не только эмоции героя, но еще и понять, какие факторы объективно, экономически, вызвали эту катастрофу, эту личную трагедию. Очень интересная есть трилогия Теодора Трайзера, связанная как раз вот с таким человеком, которого зовут Фрэнк Кауэпервуд. Ну, там, может быть, коллеги знают, да? Там у нас есть несколько частей. Титан, Стоик. Вот там рассказывается в этой трилогии весь жизненный путь данного бизнесмена. Тоже очень интересно так почитать про акции, про различные формы бизнеса, про то, как проявляется вот эта инициатива, как она начинает работать, как организовать в том числе и производственный, транспортный бизнес, ну и так далее. Видим, что вот написание такого романа, оно может нам объединить весь класс в рамках изучения достаточно сложной темы, сложного модуля экономика. Ну и, конечно, важен в психологической точке зрения какой-то выход из этой безысходности, что ребята у нас должны видеть, как надо преодолевать трудности. Возможно, какое-то изменение своего бизнеса в условиях цифровой экономики, можно изменить его форму. Вот у нас герой отказался от ресторанного бизнеса, решил создать свой интернет-магазин. А возможно, перевести свой бизнес в онлайн, как это сейчас сделали очень многие рестораны, кафе, стали работать на вынос. Ну вот и так далее. То есть видим, коллеги, что, в принципе, инструментарий достаточно богатый и интересный, причем можно использовать как онлайн, так и оффлайн. Думаю, вам пригодится в работе. Конечно, темы бывают разные. А где-то мы работаем с кейсами, как на общество знаний, экономики, на правил. Ну, в рамках истории, может быть, нам ничего и придумывать такого не надо, потому что тут есть непридуманные действительно истории наших исторических личностей, наших героев, факты, о которых мы не можем искажать. И тут тоже важно это с ребятами оговаривать, какие особенности общественных наук можем выделить. В чем отличие, например, истории от различных социальных наук, социологии, экономики, права и так далее. Так, ну, коллеги, давайте вернемся к тому слайду и поговорим о том, как мы можем еще привлекать внимание наших ребят и сохранять его на протяжении всего урока. Мы, конечно, знаем, что игровые технологии, их важно применять не только для младших классов, пятых, шестых, ребята любят поиграть, там какую-то викторину организовать, места распределить и так далее. Ну, конечно, это важно и для старших. Причем геймификация – это целая система игровых технологий, методик, которые мы применяем к различным процессам. То есть так организовывается и корпоративное обучение в странах Запада, например. Ну, в нашем случае речь идет об образовании. Конечно же, игровые технологии – это знакомый нам с вами термин. Ну, вот методика геймификации, она подразумевает формирование различных систем начисления баллов, рейтингов и так далее. Тут можно использовать это как свою систему, так и использовать и какие-то, возможно, ресурсы, викторины, электронные сервисы. Например, Kahoot, где у нас места распределяются, там, первый, второй, третий, такой пьедестал возникает, действительно очень хороший инструмент геймификации. И Quizlet. Ну, тут у нас создаются карточки с различными терминами, датами, понятиями. Но мы также можем эти все термины, даты и понятия для ребят, ну, создавать игры, скажем так, с этими карточками, где они у нас либо в космосе летают и как-то эти карточки нужно им собрать поедино, либо они им состыковывают и каким-то другим способом. В общем, такая игровая технология, которая подразумевает действительно элементы взаимодействия ученика с учебным материалом нетрадиционно. Так, очень интересные коллеги сервисы. Я думаю, что Kahoot уже многие этим воспользовались и воспользуются еще. Ну, мы с вами перейдем к третьему разделу. Тут мы говорим о рабочих листах. Я думаю, что это очень известная нам форма работы, которую мы применяли с вами, в том числе и при почном обучении. Ну, при дистанции рабочий лист, он приобретает совершенно другие качества. То есть вот ребенок на дистанционном уроке, понятно, что он отвлекается. Он как-то теряет общую нить урока, возможно. Это происходит даже больше, чем в научном занятии, где мы можем посмотреть в глаза и как-то вернуть ребенка в наше образовательное пространство. А тут важно, чтобы, возможно, все шаги, которые он проходит вместе с учителями и другими одноклассниками на уроке, были прописаны, как-то оформлены. И для этого можно разработать рабочий лист как в Google Forms, ну, чтобы был документ, к которому ребята имеют доступ по ссылке. Так есть различные формы создания таких рабочих листов. Вот нам Мария Викторовна рассказывала про Wizzar.me. Тоже интересный такой интерактивный, что в нем классно, что ребята могут к нему подключаться, заполнять его прям в онлайн рабочий лист. Так можно и групповую работу организовать. Очень классный инструмент. И есть еще такой сервис, как Canva. Вот сейчас давайте я вам покажу его возможности. Что мы можем на Canva делать с рабочими листами? У них это появилось совсем недавно, поскольку все образовательные наши потребности, они возникли тоже не так давно в связи с появлением массового дистанционного обучения и так далее. Так. Сейчас, коллеги. Вот у нас с вами Canva.com называется сервис. На нем есть платный и бесплатный функционал, но вообще почти все можно делать бесплатно. Тут главное большую команду не собирать. Но я думаю, вы, конечно, учителя у нас работают. Каждый сам для себя создает свои авторские материалы. И прям такая огромная команда нам и не нужна, как это в бизнесе бывает, что целая команда дизайнеров работает над одним объектом. Значит, смотрите. Нам с вами в шаблонах нужен раздел для обучения. Тут у нас есть листы с упражнениями. Но план уроков красивый нам, собственно, не так нужны, что мы сами себе план урока можем составить, голове его держать и вообще. Нам с вами интереснее листы с упражнениями. Тут есть такие интересные шаблоны, в чем их можно использовать для детей разного возраста. Видим, что у нас будет такая арифметика. И самые разные такие вот листочки. Вот можно такой план интересный. И, конечно, все надписи мы с вами можем поменять. То есть написать тут не музыка, а история. Тем урок свой написать, и шаги какие-то прописать. А можем вот эти упражнения вот в такой форме делать. Тут у нас идет задание к данному рабочему листу. И дальше идут вот такие вот категории сравнения. Может быть, одно упражнение и другое упражнение. Картинки можно разными вставлять. Там стикеры, значки, ну и так далее, коллеги. Видите, что тут очень много всего. В принципе, полистайте как-нибудь и посмотрите. Может быть, это действительно будет вам интересно, как инструмент. Так. Ну, мы с вами идем дальше. Возвращаемся к нашим. Вот такие интересные инструменты мы предлагаем. Причем, может быть, как герой урока, так и роман, который вы пишете на протяжении нескольких уроков, используя разные кейсы и практикоориентированные задания. Может быть, геймификация в той или иной ее форме. Даже в форме просто викторины, которую вы провели. Вот ребята весь урок сидят, предвкушают викторину. Как здорово будет. И слушают вас очень внимательно. Потому что все, что вы им рассказываете, что вы изучаете, все это потом может всплыть в одном из вопросов. Ну и рабочий лист для структурирования работы. Так. Конечно же, важно еще эффективно использовать то ограниченное время, которое мы можем непрерывно взаимодействовать в онлайн. Ну, этапы дистанционного урока мы с вами уже примерно запомнили, что у нас 20-25 минут ребята работают с учителем. Тут важно как провести мотивационный этап, так и изучение нового материала. Именно тот кусочек, который вы даете ребятам самостоятельно. А потом уже переходим к работе в оффлайн. То есть ребята не смотрят монитор компьютера, работают самостоятельно с учебником или с каким-либо рабочим листом. И после этого мы, конечно, с этого оффлайна мы выходим с ребятами и осмысляем эту тему. Может быть, подводим какие-то итоги. Ну и так далее. Ну, разные способы у нас есть изучение нового материала. Многие из нас используют для этого сценарий урока Mesh. Потому что там есть у нас разные формы контента и видео, и интерактивы, тесты. Это, возможно, изучение какой-то схемы. Возможно, даже создание этой интерактивной схемы, что мы сейчас, кстати, с вами посмотрим, коллеги. Так, и объяснение теоретического материала на этом этапе очень хорошо давать вот именно в таком формате. И презентация. Есть такие темы у нас Mesh, ну, скажем, дефицитные, по которым хороший сценарий, качественный, трудный найти. Мы можем использовать в том числе и красивую, интересную презентацию, которая будет, ну, в данном случае, ничем не хуже, чем сценарий урока. Так, ну, сейчас, коллеги, я вам покажу интересное такое задание. Мы с вами его поделаем вместе, чтобы вы увидели, как можно подключаться к онлайн-доске. Так, значит, смотрите, что мы с вами делаем. Это у нас сервис, называется Padlet.com. У нас есть возможность создавать свою доску. То есть тут я могу выбрать любой тип расположения информации. Это может быть хронологическая последовательность. Это может быть географическая карта. Коллеги, кстати, классные. Это вот прям Яндекс.Карты, только в которых дети могут сами работать и вбивать в них какие-то географические точки и ставить локаторы. А это может быть беседа какая-то, ну, двух исторических героев, например. Вот колонки, которые мы с вами смотрели, когда и видели, как пишется онлайн-роман. Это может быть стена. Холст. Ну, сейчас мы с вами посмотрим этот тип расположения контента, когда мы устанавливаем между публикациями такие стрелочки и различные связи. Так, это может быть лента, где посты идут один с другим, ну, как мобильный телефон и раскадровка. Так, смотрите, сейчас я вам дам ссылочку на вот эту вот онлайн-доску, и мы попробуйте в нее зайти и что-нибудь тут поделать. Так, в чат кинула ссылочку. Смотрите, коллеги, в чем тут суть. Мы тут устанавливаем фактически причинно-следственные связи и пытаемся выяснить, что у нас является первопричинами февральской революции, а что является ее последствиями. Как устанавливать связи, я вам сейчас покажу. Тут у нас есть рядом с каждым стикером. Во-первых, стикеры у нас создаются вот так. Мы тут что-то пишем с вами. Например. Так, и мы с вами эти стикеры каким-то образом можем соотносить с той информацией между собой. Так, для этого мы нажимаем на три точки, нажимаем связать с постом и выбираем, куда у нас пойдет стрелочка. Она пойдет, например, сюда. Так, то же самое я могу сделать с другим постом любым. Так, связать, нажать сюда. Вот, смотрите, устанавливаются вот эти связи. Это очень важно, потому что схемы причинно-следственных связей, как вы знаете, на ЕГЭ по истории, это один из основных моментов, которые у нас рассматриваются в историческом сочинении. А тут ваши ребята, они могут работать фактически вместе с вами. Да, вот уже кто-то нарисовал стрелочку. Я вижу, это была не я, кстати. Вот. Тут можно по-разному выбирать разные настройки, в том числе запрещать там всякие неприличные комментарии, нецензурные, скажем так. Так, делать так, чтобы все авторы творили только под своими именами и так далее, что нам, в общем-то, учителям, я думаю, достаточно важно персонализировать наши усилия, как хорошие, так и плохие. Ну, вот так вы можете делать. Так, связать и пошли дальше связывать. Вот так, это все причины, а потом идут у нас впоследствии. То есть вот так. Так, например, смотрите, я делаю «Изменить формат». И сейчас я что-нибудь выбираю другое. Например, «Хронология». Или вообще все убираю. Вот, смотрите, тут у нас в хронологической последовательности эти его впечатления происходят. Можно их каким-то образом передвигать и так далее. Так, ну, это если на три точечки нажимать. Так. Также тут можно удалить все стикеры, например. Можно удалить саму доску. Так, очистить все посты. Так, ну, тут мы вводим. Ну, то есть это вы можете сделать, как автор. Другие этого сделать не могут. Ну, по понятным нам причинам. Так, можете изменить формат. Например, карту я сейчас выберу. Совершенно другая у нас будет история. Вот карта. На ней я ставлю точку. Пожалуйста. Вот. И дальше я могу тут что-то писать, какие-то комментарии оставлять. Мы можем потом вот эту карту отдалять, смотреть, как это в общемировом пространстве все у нас смотрится. Ну, и так далее. Видите, что это гораздо интерактивнее, чем Яндекс.Карта, где мы просто смотрим на карту и видим, что это у нас находится здесь по факту. Тут ребята могут сами оставлять метки. И я думаю, что это здорово. Вот. Такой вот инструмент, интересный онлайн-доска. Я думаю, вам она понравится. Кому-то кто-то даже будет это использовать для организации обратной связи с обучающимися. Так, коллеги. Ну, еще совсем немножечко вопросов у нас осталось. Общих таких. По ресурсу дистанционного урока. Вот мы такие показывали. Многие из них даже изучали с вами. Можете, в принципе, себе еще раз их заскармешить, чтобы все названия у вас были с собой. Так. Ну, я думаю, что как организовать самостоятельную деятельность без учебника, тут вы мне сейчас что-нибудь расскажете. Потому что, конечно, по истории, по обществу о знаниях и по другим общественно-учным дисциплинам нам важно с вами учить ребят систематизировать информацию и уметь работать с текстом, преобразовывать его в другие формы. Например, таблица. Например, это может быть, скажем так, схема какая-либо логическая. Вот, коллеги, а как это задание можно представить, как вы думаете? Вот я дала ребятам задание, как я его на экране представляю. Ну, в принципе, это не так сложно. Можно даже в Орде набрать этот скелет, эти таблички или схемки. Так. Да. Значит. Ну, как сделать, чтобы каждый ребенок получил отклик на результат своей деятельности, коллеги? И тут важны различные формы обратной связи. Вот онлайн-доска – это прекрасный инструмент, но также не забываем и про QR-коды, о которых мы говорили уже неоднократно с коллегами. И их использовали для того, чтобы ребята попадали на соответствующие Google-формы и могли каким-то образом там выполнять задания. Так что онлайн-документы, они дают возможность для редактирования и комментирования. Учитель может видеть, как ученики это выполняют, возможно, даже разными цветами. Вот получается такая интересная форма для обратной связи. Правда, коллеги. Про это мы не забываем. Это было на прошлых вебинарах, поэтому сейчас так не особо сосредотачиваюсь. Ну и, конечно, очень важный вопрос, который нас волнует в преддверии окончания учебного периода. У кого-то уже триместры окончились, у кого-то сейчас оканчиваются полугодие-четверти. Как организовать контрольную или в нашем случае обслуживающую работу без списывания. То, что онлайн, мы за ними проследить не можем, где они там у нас загуглили, забили правильные ответы. Вот что же можно для этого сделать. Смотрите, такая интересная схема, которую, кстати, демонстрировали коллеги математики. Но я думаю, она нам не меньше подходит к гуманитариям, потому что тут очень много того, что относится к нам. Во-первых, дедлайн – это важный инструмент, который помогает нам наших ребят уберечь, в том числе от того, чтобы они сели и начали там все действительно сидеть и очень выискивать то, чего они не знают. Вот только в рамках этого урока они, например, сдают работу. То есть у нас вот закончился урок, они должны свои работы вам выслать или прикрепить в том или ином виде. Конечно, важны творческие задания, кейсы, которые вы им даете, в том числе вот те инструменты, которые я сегодня показывала. Авторские задания, которые разработаны вами, и у ребят не будет ключей к этим заданиям. Как вот у меня на общество знаний часто говорили, ну сейчас я тут погуглю, ну-ка что там, эти все сейчас вопросы мне по первой ссылке. Я говорю, ну если только на моем сайте, и то без ответов, потому что задание авторское. Случайный выбор заданий, ну генерация вариантов, коллеги, это у нас и в мэш, в принципе, хорошо есть. И, конечно, задания должны быть разноуровнены. То есть как задание с автопроверкой, где у нас идет тест, выдается результат, так и задание с открытым ответом, который оценивается по критериям. Ну и для творческих работ мы применять можем систему антиплагиад. Тут тоже важно, чтобы такая работа не была списана и не взята из Википедии. Так, значит, ну коллеги, сейчас я буду передавать слово своим коллегам, методистам по истории, по географии. Сейчас Эдуард Сергеевич Яралов, методист по географии, расскажет вам, какие инструменты можно применить как в рамках его предмета, так и в рамках всех предметов нашего цикла. Добрый вечер, у меня будет просьба, если микрофон включен. Да, все, эхо исчезло, благодарю вас, давайте-то начнем. Итак, Александр, большое спасибо за предоставленное слово. Буквально вкратце пробежимся, у меня небольшая презентация по моему предмету. И, в общем-то, как Александр правильно сказала, данные, скажем так, методы, или там, назвать можно как угодно в данном случае, они будут приемлемы не только в рамках предмета географии, а, соответственно, как бы в других предметных областях тоже, я думаю, вполне себе подойдут туда тоже. Итак, буквально, одна секунда, ага, все, есть. Так, я полагаю, всем все видно, коллеги, если что-то вдруг не видно будет, или, допустим, запаздывает звук или что-то еще, прошу сообщить об этом в комментариях, я увижу, слышу и, соответственно, сразу постараюсь реагировать. Так, 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 ну что ж, давайте-то начнем. Я назвал такую свою небольшую презентацию, буквально там из трех слайдов, преимущества дистанта при проведении школьной географии. Здесь, как бы многие коллеги, наверное, скажут, какие же могут быть преимущества того дистанта, с которым мы все столкнулись, который нам всем уже успел приесться. Но я уверен, что, в общем-то, есть люди, которые разделяют мою точку зрения, что, в общем-то, как есть и минусы, так и есть, соответственно, плюсы. Мы что-то всегда приобретаем, скажем так, что-то теряем, и это вполне нормальная история. И в данном случае я хочу показать пример составления сценария урока по своему предмету. Урок, соответственно, будет мой, показан сегодня, три, скажем так, фрагмента данного урока. И покажу, как можно, в общем-то, использовать дистант в, скажем так, благих целях и с максимальной отдачей для нас, как для учителей, чтобы учащиеся были включены в процесс даже в тех местах, которые были, скажем так, может быть, немного затруднительны или потратили больше времени, заняли больше времени на уроке, который был бы вочный, привычный нам всем в форме. Итак, первое, на чем я хочу делать акцент, это самостоятельный поиск в интернете. На самом деле, сегодня, в общем-то, ну, достаточно уже давно оценится именно минимизация репродуктивной деятельности на уроке, да, как мы понимаем, все-таки учащийся, он должен не только принимать информацию в том плане, что учитель рассказывает, а он ее просто принимает и все. Зачастую даже модерирую уроки и другие материалы, ну, вот в частности сценарий уроков, да, я часто, скажем так, наругаюсь на учителей в том плане, что нет никакой деятельности. Есть только, так сказать, преподнесение информации, учащиеся ее усваивают и все. Причем, чаще всего, часто так бывает даже с видеоматериалом, как будто у учителя просто, называется, дают какой-то видеоматериал просто для ознакомления, что, ну, достаточно странно, зачем видео, если нет к нему задания, и даже такой критерий у нас есть, который не позволяет просто держать такие материалы, допускать такие материалы на этапах урока. В данном случае я вот предлагаю самостоятельный поиск в интернете, в общем, наверное, стоит сделать акцент не только в рамках метагеографии, здесь я привожу пример из своего сценария урока, который называется «Как размещаются в городах жилые кварталы разного качества». Это сценарий урока по географии для углубленного курса. И здесь, в данном случае, дети выполняют интерактивные задания, о которых мы с вами неоднократно уже говорили. Они точно детям приятны, им все нравится, усваивается информация. Опять же, я хочу сделать акцент на том, что данное интерактивное задание, здесь данное устройство учителя, и показана уже выполненная домашняя, выполненная самостоятельная работа, в данном случае, да, интерактивное задание. И оно, да, мало того, что интерактивное, оно еще и визуальное. И, соответственно, визуальные образы хорошо запоминаются, и я полагаю, я думаю, коллеги со мной согласятся, что вот визуальная составляющая, она очень важна, она позволяет именно вот хорошо запомнить, отложить в памяти практически любую информацию, особенно если говорить про поколение детей, с которыми мы работаем сегодня. Соответственно, ну, хотя, как бы можно спорить, я думаю, что всем визуальный ряд как-то вот дается, не знаю, проще. И вот в данном конкретном случае я предлагаю сделать следующее. После того, как дети выполнили интерактивное задание, которое уже отложилось у них в памяти в плане вот визуального какого-то вот вида домов разного качества, разных эпох, детям предлагается задание, в котором они узнают, что такое хрущевки, почему они так называются и так далее. Дальше вот следующий этап, можете обратить внимание, третий, да, вот он называется хрущевки, на котором дети уже будут определять, почему же они так называются и так далее. То есть мы задаем какие-то проблемные вопросы, дети как-то играют, пытаются угадать, и впоследствии, находя самостоятельную информацию в интернете, они, получая ее от учителя, они уже закрепляют данные знания. На мой взгляд, именно в дистанционном формате это хорошо и приемлемо, и даже это имеет какие-то преимущества в том плане, что дети могут, скажем так, потратить разное количество времени на поиск информации, поэтому как бы мы не будем, скажем так, как это было бы в классе, наверное, скажем так, не будет сумбура, не будет суматохи по поводу того, а я успел, я не успел, у меня не работа и так далее. Тут, скажем так, наверное, даже более тихо будет решен данный вопрос. Приемлемо даже такая формулировка, я думаю. Кто-то найдет раньше, кто-то позже, либо напишет в чате, почему это так называется или какой номер является хрущевкой. В общем-то, тут вариантов много, поэтому я прям призываю, наверное, если у нас есть такая возможность, то, в общем-то, как-то минимизировать, наверное, вот опять же ту самую репродуктивную составляющую урока, да, в вещание какого-то материала, все-таки надо понимать, что вот функцию учителя как лектора, это уже, ну, некий архаизм, да, и все-таки здесь мы должны организовывать учебную деятельность. Вот таким образом, это один из примеров организации такой учебной деятельности. Другой, в общем-то, способ организации учебной деятельности на уроке географии на дистанции – это работа с интерактивной картой. В данном случае мы тоже обращаемся тут, наверное, как бы это равно, как работать с интернетом, только в данном случае мы берем уже готовый какой-то вот ресурс, который, кстати, у нас есть в библиотеке Mesh. Относительно недавно вот на свой стыд или там на свое счастье, я уж не знаю, как говорить, да, я нашел действительно функцию, что можно, кто-то ранее загрузил и карты Google, и карты Яндекс в формате приложений, в Mesh это есть, коллеги, можете посмотреть, поищите, их можно прикреплять, и, соответственно, детям даже никуда уходить не нужно. То есть, им не нужно выходить там на отдельную вкладку Яндекс.Карт, соответственно, и смотреть, они просто уже прикреплены заранее при составлении урока. При составлении урока прикреплена данная карта, и дети могут выполнить задания при помощи данной интерактивной карты. И здесь та же самая история, что с интернетом. Одни будут быстрее, другие медленнее, и так или иначе, в общем-то, как бы, в формате дистанционного обучения это будет, наверное, более эффективно и более удобно в первую очередь, ну и, как следствие, наверное, и эффективно. Таким образом, здесь дано тоже вот задание, причем это, прошу брать внимание, шестой этап – это групповая работа. Здесь можно копировать детей как вам будет угодно, тут уже, возможно, коллеги тоже поделят своим опытом, как можно вот в дистанционном формате детей организовать групповую деятельность. Но в данном случае дано достаточно, на мой взгляд, интересное задание, в котором детям предлагается выбрать район застройки и привести там ряд доводов, почему лучше застраивать именно здесь. Это вот такое практикоориентированное задание, которое вот больше, наверное, к повседневной жизни, к тому, с чем мы сталкиваемся, почему одни там жилые комплексы строятся там, другие здесь. Вот это вот понимание закономерности, оно как раз вот связано именно с таким вот заданием. Поэтому я считаю, что оно особенно полезно вот конкретно здесь. Больше того, что я хочу сказать, что данный урок, он приемлем, он может быть использован не только жителями Московского столичного региона, он может быть использован по всей России, соответственно, детям необходимо просто выбрать тот город, которым нужен, потому что Яндекс.Карты картируют огромные пространства. В частности, если мы говорим про города России, то к тому же точно у нас все прекрасно и здорово. И таким образом, пользуясь данным сервисом, они могут, в общем-то, сделать, привести три довода на примере абсолютно любого города России. Поэтому вот, собственно говоря, коллеги, призываю пользоваться. Штука прям замечательная. Только вот, что называется, бери не хочу, вещь просто замечательная. Так, ну что ж, далее очень такой, скажем так, сложный вопрос, с которым мы ранее сталкивались. На одной из видеоинструкций, я об этом рассказывал, это было еще у нас в мае, может быть, в июне, точно не вспомним. У нас были такие видеоинструкции Mesh, и, соответственно, мы также в этих видеоинструкциях сделали упор на то, какие же преимущества у нас есть вот в том, в том, в том формате работы. И здесь я хочу уделить особое внимание заданиям с видеоматериалом. В данном случае, если мы говорим про работу с видеоматериалом в классе, то вы прекрасно понимаете, что один из важнейших критериев, которые у нас есть касательно разработки сценариев Московской электронной школы, библиотеки Mesh, то здесь у нас важно, что видео и аудиоматериал не размещались в устройстве ученика. Изначально этот критерий появился, скорее всего, связанного с тем, что учащиеся будут включать в своих устройствах, будет опять же тот сумбур, шум и все остальное, у разных детей работа с разной скоростью, и, соответственно, нам это не совсем, скажем так, правильно делать. Поэтому допустимый формат размещения видео и аудиоматериалов это на доске, соответственно, и на устройстве учителя. Ну, на устройстве учителя, мне кажется, это не совсем нужно, ну, на мой, скажем так, взгляд, да. А вот на доске, соответственно, когда мы работаем в классе, конечно же, это было более актуально, потому что мы размещаем на интерактивной доске, все дети, в общем-то, фокус изоточен на доске, никто не включает по отдельности, включено только на одном большом устройстве, и все прекрасно у нас работает. Детям остается только посмотреть видеоматериал, выполнить задание. Здесь же, конечно, мы имеем некое преимущество в том плане, что мы не можем предоставить доступ к необходимому устройству, продемонстрируют экран. Дети могут воспроизвести, допустим, с разной скоростью, или, допустим, мы можем поступить другим образом, скинуть ссылку на YouTube на данное видео, либо, допустим, заранее как-то загрузить данный материал. Тут, как бы, что называется, абсолютно мы вольны делать, как мы захотим. И таким образом дети могут уже, опять же повторюсь, да, с разной скоростью, с необходимым количеством раз посмотреть тот или иной материал и выполнить вот три задания, которые здесь у нас предоставлены. Вот три вопроса, такие достаточно широкие. И вот я думаю, что, опять же, в дистанционном формате мы имеем, опять же, некое преимущество. Коллеги, может быть, у вас есть какие-то мысли касательно того, как вы организовываете дистанционное обучение, какие преимущества вы наблюдаете. Я, дабы, скажем так, не задерживать других коллег, давайте, как поступим с вами, выпишите в комментариях, и ваши мысли, безусловно, будут учтены. Все это очень интересно. Поэтому делитесь, пожалуйста, нас обязательно послушаем, и, может быть, что-то придумаем даже новое. Вот, я с вами сейчас прощаюсь, передаю слово Марии Викторовне, и большое спасибо за внимание. Добрый день, уже вечер, коллеги. Я, как уже кто часто бывает на наших имендарах, знаю, что я стараюсь найти и показать вам наиболее такие удобные сервисы для того, чтобы можно было и проводить разные виды и формы учебной работы, а также получать тот самый пресловутый обратный результат и отслеживать его довольно-таки быстро, без каких-то приложений чрезмерных сил, для того, чтобы минимизировать время на проверку тех или иных заданий, которые вы даете детям, чтобы это, ну, если не абсолютно автоматически, ну, хотя бы минимизировать те затраты, которые мы с вами тратим, чтобы проверить эти горы присланных фотографий, принтскринов от наших детей. Сегодня я постараюсь вам показать и более подробно рассказать об одном сервисе, который я упоминала на прошлом нашем вебинаре, но я его упомянула вскользь, особо не придав времени, да, значения, да, как бы именно этому сервису, потому что мне хотелось еще дополнительно самой посмотреть, да, его, его протестировать, соответственно, возможно, дать вам какое-то видеоруководство и показать, как работает этот сервис. Я имею в виду GoFormative, да, вот этот инструмент, который формирует и позволяет в режиме реального времени отслеживать этот процесс, соответственно, работы с нашими детьми и сделать эту работу более продуктивной и, возможно, сделать ее более интересной. Поэтому, да, я постараюсь вам показать это на таком, да, комментирую, да, этот видеоматериал, да, и что он, собственно, этот материал, что он у себя представляет. Итак, это непосредственно вот ссылка на GoFormative.com, где вы можете непосредственно зарегистрироваться. Зарегистрироваться вы можете через разные сервисы, например, через Clever или через Google, да, через ваш аккаунт Google. Вы просто, допустим, входите в него, и вот перед вами непосредственно происходит, вас выкидывает на эту страницу, где вы можете создавать как класс, так и конкретно каких-то просто персонажей, своих учеников приглашать. Итак, вы создаете новый контент, новое задание, новую тему, вы просто вписываете, да, ну, что угодно, да, то есть, что это за тема. Можете вставить какую-то картинку, да, для более лучшего опознавания, да, и сделать просто другой цвет, и нажимая на вот на крестик, вам позволяют как раз и составить вот этот проверочный материал. Здесь вы можете и непосредственно вставлять контент, да, это какие-то картинки, это сторонние ресурсы через какие-то ссылки, которые вы можете вставлять, какие-то видеоматериалы, доска, да, с которой вы можете работать, и непосредственно те вопросы Вопросы и варианты вопросов, которые вы также можете использовать уже для активизации. Имеется 30-дневный свободный, соответственно, доступ, когда вы можете опробовать все. То, что бесплатно вы видите в более ярком варианте, есть, например, эссе, то есть развернутый, допустим, какой-то ответ. Это может быть найти, выбрать этот ответ или несколько вариантов ответа. Писать какое-то короткое предложение, показать свою работу или непосредственно, что там ребенок может какую-то схему или что-то нарисовать. И задание в плане правда или ложь. Ну вот, допустим, эссе, то есть как вы вписываете, вас выкидывает на эту форму создание этого задания, вы его непосредственно впечатываете, это задание. И дальше, причем, да, это может быть объемный текст или совершенно не объемный текст. И также можете для себя вставить и написать корректный ответ, да, то есть если он, конечно, нужен. Затем, да, вы опять выбираете уже, допустим, из нескольких вариантов ответов, типичное тестовое задание. Также впечатаете необходимый вариант и выбираете правильный вариант ответа. И вы посмотрите, он сразу у вас под ключиком, собственно, вот он у вас и показывается. Кстати говоря, это не только могут быть какие-то, да, это может быть какие-то формулы, если это, опять же, математические какие-то вещи. То есть не обязательно это касается только общественного цикла, это может быть какие-то изображения, да, помимо, опять же, каких-то формул, которые легко здесь, опять же, вставляются, если это необходимо, допустим, экономика. Если это касается экономики. Дальше, да, вы формируете это задание, непосредственно, вот как раз выбор нескольких вариантов ответа, опять вписываете то задание, которое вам нужно, и снова выбираете те правильные варианты ответа, которые будут автоматически у вас проверены. Да, вот то же самое, да, и с формулами, то же самое, и с возможностью, да, вставления картинок. И, например, какой-нибудь короткий ответ, да, вписать, вы пишете задание, и особенно если на истории, да, какой-то термин необходимо понять в задании, о каком термине идет речь, вы также, да, вписываете тот вариант ответа, который является правильным, и если даже это возможно и не один, да, а несколько вариантов правильного ответа. Вот в этом плане нам это очень пригодится. Опять же, да, вот по поводу картинки, то есть вы можете писать, опять же, задание, нарисовать что-либо, например, вы нарисуете елку, да, 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 и дети, пожалуйста, впоследствии, да, могут это сделать. Вы выберете какое-то задание, да, опять же, и ради бога, вставляется через проводник. И, наконец-таки, правда или ложь, да, вот да или нет, опять же, да, что появляется правда, что ложью. После этого вы переходите, и вы можете поделиться. Поделиться можете, как уже с добавленными, да, детьми, вы можете их добавлять и задавать их аккаунты, так и по ссылке, как гости, да, то есть причем вы можете указать, какой момент, могут ли они сразу же увидеть правильные ответы после того, как выполнят это задание. Или, соответственно, через, после того, как полностью завершат всю работу, или никогда, да, то есть вот таким образом, допустим, немедленно вы можете поставить и показать, да, вот корректные ответы тогда, когда вам это необходимо. Итак, дается вот такой вот код, дается такой код, который вы копируете непосредственно. И вот здесь на сайте goformative.com вы увидите, да, join code, то есть вставить код. Дети его нажимают на эту ссылку и вставляют тот код, который вы им прислали. При этом вы не обязательно должны вставить, да, свое имя, фамилию, то, чтобы вы могли их, допустим, как-то идентифицировать, да, они могут просто зарегистрироваться, или если у них есть какой-то аккаунт, или это просто как гость, да, непосредственно. Регистрация здесь не обязательно, на этом сервисе абсолютно, например, как угодно, да, и вот он заходит, да, 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 и непосредственно он видит эти типы заданий, которые вы только что формировали, да, отвечает, да, ставит правильные линии те варианты, ответы, которые есть, соответственно, и вы видите, да, и вы можете непосредственно видеть зеленый или красный, он видит правильный или неправильный. То есть вы уже заранее можете, как вы уже видели прежде, установить, может ли он видеть ответы вообще, в принципе, правильные, когда он их выбирает. То есть это может быть и как просто тренажер, и действительно, как самая настоящая проверочная работа, да, то есть вписывает все, видит или не видит правильные ответы, тут же, посмотрите, да, он может что-то нарисовать, и у вас это все отобразится, все, что хотите, да, какую-нибудь любую, да, или схему, или как рисунок, без разницы, особенно, если это какая-нибудь начальная школа, да, как вы это увидите? И вот, собственно, вот вы видите, вот ребенка, который выполнил это задание, и вы видите те уже, перещелкивая сами вопросы, вы видите, где правильно, какие правильные, какие неправильные. То есть скажите нам, ну, это действительно очень здорово, очень быстро, да, вот это экономит наше время в плане, вот интерактивно, видите, это все дело происходит, буквально на глазах, таким образом, да, то же самое вы видите, да, какие правильные или неправильные ответы. То есть вот такой очень, да, интересный сервис, с которым я хотела вас познакомить, и показать, как автоматически можно и проверять, соответственно, различные типы заданий, как с ними можно работать и, соответственно, автоматически получать результат от своих детей. Спасибо большое за внимание, у меня все. Огромное спасибо, Мария Викторовна. Ну, а, коллеги, мы потихонечку завершаем наш вебинар. Я думаю, сегодня он был очень практикоориентирован, потому что мы на ваших глазах работали с теми сервисами, о которых говорили, и увидели, что, конечно, есть те сервисы, которые мы используем просто для обратной связи. Например, это онлайн-доски, где нам важно понимать, на какой стадии у нас находятся обучающиеся, а есть и инструменты, которые мы используем для контроля знаний. Конечно, они немножко отличаются. Огромное вам спасибо за внимание, то, что пришли на вебинар. Я думаю, что всем было интересно, и будет интересно ознакомиться с записями, в том числе и прошлых вебинаров, кто, возможно, на них не присутствовал, не видел. Ну, конечно, ждем вас в четверг.